Казахстан В протяжении многих лет, благодаря мудрой политике нашего президента, мы все этносы, населяющие Казахстан, живем в мире согласия. В Южно-Казахстанской области проживает 108 этносов. И на сегодня мы видим, что мир, согласие, дружба возможны при наличии общих планов. День благодарности – это прежде всего дань торжества президентской политики мира и согласия, благодаря которой в Казахстане царят гармония, взаимное доверие и уважение всех казахстанцев. Низкий поклон казахской земле и народу, принявшему по-братски миллионы людей разных этносов, приехавших в Казахстан. Неустанное спасибо, говорят сегодня жители страны друг другу и казахам. Благодарить есть за что. Казахстан принял сотни тысяч депортированных. В разные годы были переселены целые народы – 800 тысяч немцев, больше 100 тысяч поляков. 550 тысяч – представители народов Северного Кавказа, корейцы из Дальнего Востока. Их выгружали из вагонов, в которых возили скот прямо в голой степи, без вещей и еды. В то же время здесь, в степе, жили только казахи. И казахские семьи, сами жившие в крайней нужде, принимали переселенцев в свои дома. Эти страницы отечественной истории должен знать и помнить каждый. А наша главная сила – единственная эпоху независимости. Мы стали единым народом Казахстана на основе казахского культурно-исторического фундамента, объединительных начал и мобилизирующих сил, устремленных в будущее. Красочные номера на сцене зала торжеств «Роял Рос» меняют друг друга один за другим. Кульминацией праздника становится зажигательный флешмоб. В едином танце закружили более 200 студентов разных национальностей. В знак мира и согласия ребята запускают в небо тысячу воздушных шаров. Праздник День Благодарности отмечается в Казахстане 1 марта по указу президента страны. Введение новой традиции должно сблизить казахстанцев. А сам праздник станет ярким праздником милосердия и любви. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...